Хорошие законы в руках плохих исполнителей плохи, а плохие законы в руках хороших исполнителей хороши. А что делать, если и законы плохие, и исполнители тоже? Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. Государственная Дума, которую за глаза часто называют бешеным принтером, торопится принять новые законопроекты до Нового Года. И она делает это успешно. С 1 января 2021 года в России возродят систему вытрезвителей, которые теперь будут работать за деньги. За деньги тех людей, которые будут в них лежать. Второй закон гласит о том, что людей, перебравших с выпивкой, отныне полицейские будут доставлять вытрезвители без их согласия. Один из авторов данного законопроекта, глава Комитета Государственной Думы по информполитике, Александр Хинштейн, заявил своим коллегам, что инициаторы не видят ничего дурного в том, чтобы с клиентов, в кавычках, вытрезвителей, брали разумную плату. Предельную сумму рассчитают в правительстве. Предполагается, что вытрезвители они будут создавать на базе органов здравоохранения. Второй автор данного законопроекта, председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что те, кто не рассчитал свои силы и, перебрав спиртного, утратил способность передвигаться и ориентироваться в пространстве, нередко становятся жертвами грабителей или просто замерзают на улицу. Поэтому возвращение полиции, когда-то уже имевшихся у нее функций, мера, в первую очередь, гуманитарная и профилактическая. Друзья, видите, опять депутаты Государственной Думы показывают нам, что они заботятся о нашем здоровье, о нашем благополучии. Но так ли это на самом деле? Я вспоминаю русскую пословицу «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Так ли все хорошо с данным законопроектом? Сегодня ночью я убедился, что этот законопроект не продуман. Не продуман абсолютно. Он неправильный. Приведу пример. Сегодня ночью я прогуливался и увидел, как молодой человек идет, мягко говоря, сильно шатаясь из стороны в сторону. Я подошел к нему, переговорил с ним. Но я понял, что ему нужна помощь. Потому что он действительно мог упасть где-нибудь в сугроб и просто замерзнуть. В итоге я пригласил его домой. Мы пообщались с ним. Покушали. И, ну, так скажем, отдохнули. Он покемарил у меня на диване. Я поспал на кровати. Утром он проснулся и поблагодарил меня. И ушел домой. Все. Человек в итоге получил от меня реальную помощь. А что он рассказал? Что с ним произошло до этого? Он выпил. Крепко выпил. Ну, видимо, не рассчитал, так скажем, дозу. И к нему подошли трое полицейских. Причем один из них был переодет в гражданскую форму. Ну, в гражданском было. Полицейский спросил, куда идешь. Молодой человек сказал, домой. На что полицейский ему ответил, нет, ты пойдешь с нами. Затем они повалили втроем молодого человека лицом в снег. Сталь, избивали его. Затем его отволокли в больницу, которая находится рядом с моим домом. И содержали его там несколько часов. Отобрали у него паспорт. Отобрали у него телефон. Затем молодой человек стал возмущаться. Стал говорить, что я хочу покурить. Ему не давали покурить. К нему подошел майор, который был вот в этой больнице. И поинтересовался, за что его вообще задержали. Молодой человек рассказал свою историю, как что произошло. В итоге майор сказал, отдал ему документы. Отдал ему телефон. Сказал, вали отсюда. То есть, что произошло. Данные полицейские, они не знали о том, что данный закон, он действует только с 1 января. Похоже, майор понял их ошибку. И, так скажем, отпустил молодого человека. Следующий пример был. Молодой человек, сын и его отец, они шли с некой вечеринки. Отец был подвыпивший. Ну, его сын был, так скажем, трезвым. К ним подъехали полицейские. И потребовали, ну, не потребовали даже, стали забирать отца. В наглую просто. Вытрезвитель. Когда еще вытрезвители были. Молодой человек стал сопротивляться. Он, по-моему, был мастером спорта. Или по кикбоксингу, или по боксу. То есть, оказал полиции сопротивление. В итоге их обоих задержали. То есть, отца до вытрезвления, а молодого человека потом стали обвинять в нападении на полицейских. То есть, по сути, ему предъявили даже уголовное обвинение. Вот, по сути, я вижу, вот этот закон, этот закон способствует не правопорядку, а беспорядку. Если депутаты хотят помочь гражданам Российской Федерации, то что надо сделать? Надо принять закон, согласно которому полиция будет обязана не доставлять людей, которые подвыпили, вытрезвитель, а доставлять их до дома. До хаты, что называется. Понимаете, в чем суть? Подвыпивший человек, действительно, он, да, может замерзнуть. Его могут ограбить. И он не сможет даже сопротивляться. И задача полиции обеспечить правопорядок, доставить данного человека до дома. Если он, как говорится, не бельмеса, не может рассказать, кто он, что он, тогда уже действительно надо доставлять в эти органы, так скажем, вытрезвитель. Чтобы он мог проспаться, то есть, если у него нет документов, невозможно выяснить, откуда он, что он. Тогда уже действительно надо доставлять вытрезвитель. А вот данный законопроект, я считаю, абсолютно сырым. Хотя это уже законопроект этот принят как закон. Это мое личное мнение. Друзья, пишите ваши истории какие-то, если вы были свидетелем вот какого-то беспорядка по отношению к подвыпившим людям со стороны полицейских. Ставьте лайк, если вам нравятся мои размышления. Или дизлайк, если вы считаете, что депутаты приняли хороший закон. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды.